Всем привет, с вами Тарко и в этом видео я хочу поднять очень серьезный и важный вопрос, который другие проекты, такие как Адванс и Даймонд, решили очень быстро. А у нас на СамПРП все никак не могут этот вопрос уладить. Итак, что же это за вопрос? А все очень просто. Это вопрос полумертвых, полупустых серверов. Да, ребята, как бы это печально и для кого-то больно не звучало, но это правда. У нас на проекте 4 сервера. Что касается Революшена, то там все отлично, там все просто супер. Онлайн в принципе ничем не уступает самым топовым серверам самых топовых проектов. 700, 800, 900. Тут в принципе все понятно. А вот ситуация с остальными тремя серверами намного сложнее. Онлайн на этих серверах Reborn 100, 02 200, Legacy 300. И казалось бы, да ладно, что уж там, пусть работают, пусть все остается как есть. В чем собственно проблема? А проблема, ребята, в том, что эти сервера давно пора объединить. Поймите, на мертвые сервера никто не хочет идти. Ни игроки, ни ютуберы. Поднять мертвый сервер намного сложнее, чем сервер со средним онлайном. Я об этом на своих стримах начал говорить еще полгода назад. Также об этом поднимали вопрос обычные игроки, поднимали вопрос админы, руководители, создатели. И вроде бы все все понимают, но вопрос стоит на месте и не двигается. Нет, я понимаю, почему он не двигается. В свое время, когда объединяли цифровые сервера, на СамПРП со стороны людей, которые в этом деле ничего не понимают, свалилось очень много хейта и критики. Но когда им самим пришло время объединять сервера, они раз, два и быстро все это провернули. А создателям СамПРП прошлая ситуация очень сильно в голове отложилась, и они теперь что-то постоянно, что-то боятся и думают. Постоянно советуются с игроками, устраивают опросы на форумах, думают, решают, постоянно боятся кого-то обидеть. Да господи, уважаемые создатели, есть вопросы, по которым нужно советоваться и устраивать опросы. А есть вопросы, в которых нужно брать на себя ответственность и принимать решения. Вы поймите, вопрос объединения никто никогда толком не поддержит. Ну например, зачем админам это поддерживать? Так они у себя на своем маленьком сервере боги, они творят правосудие, а в случае объединения они это потеряют. Свою власть нужно будет делить с кем-то еще. Зачем им это? То же самое и игроки. На своем маленьком 100 онлайновом сервере они занимают лидерки, они рулят фракциями. Да и плевать, что это пустые фракции, зато они на лидерках. В общем, нужно брать яйца в кулак, принимать решения и что-то с этим делать. И если все правильно и по-умному сделать, то и админы и игроки все останутся довольны. И все будут только рады переносу. У меня есть рецепт, как это все правильно провернуть и сейчас я вам его расскажу. Но сначала я хочу ответить на один очень важный вопрос. Зачем объединять сервера? Нас все и так устраивает. Ребята, посмотрите на этот скрин. Мне на днях его любезно предоставил Флази. Ребята, 1600 баксов за сервер за квартал. И это, я так понимаю, за слабый сервер, на котором стоит сервак с маленьким онлайном. Ребята, это 530 баксов в месяц. А у нас таких серверов 3 штуки. Лего, Сереборн и 0.2. Может хватит выбрасывать бабло на ветер? Может давайте эти бабки пустим в дело? Дадим их разработчикам? Введем наконец-то зарплату админам? Да вообще, куда угодно их можно потратить. Сейчас же они просто улетают в воздух. В общем ладно, я считаю, что нужно объединять Legacy, 0.2 и Reborn. И я сейчас расскажу вам, как это нужно правильно сделать. Итак, что обычно происходит при закрытии сервера и при переносе аккаунтов? У кого-то сдают нервы и он бросает игру. Его сорвали с насиженного места, ему обидно, ему печально. Он все бросает и уходит. Как этого избежать? Легко. Просто нужно немножко подумать. Для начала, определяем сервер самым высоким онлайном. Это Legacy. Смотрим и понимаем. Не нужно тревожить сервак, на котором 300 онлайн. Если его начать закрывать или переносить, потерь будет много. Открывать новый сервак тоже не нужно. Нужно отталкиваться от Legacy. Legacy будет хорошей основой. Смотрим дальше. 0.2 и Reborn. 200 онлайн и 100. Ну, тут проще. Народу поменьше, при переносе меньше потерь. Значит что? Правильно. Переносим всех на Legacy. Но не просто переносим, а по-умному. Делаем так, чтобы игроки Reborn и 0.2 тоже не свалили. Для начала делаем адекватный РП перенос. Игрок приходит в аэропорт, покупает билет и отправляется покорять новый штат. Далее. При переносе аккаунта не нужно у людей забирать деньги, машины и скины. Наоборот, игрокам нужно дать компенсации. И чем выше левел игрока, тем больше должна быть компенсация. Например. Еще раз говорю для особо одаренных. Это я говорю на пример. Если у игрока левел от 7 до 10, то ему при переносе нужно начислить 2 миллиона вирт. Почему бы и нет? Пусть Челик с удовольствием перенесет свой аккаунт. Хотя бы ради бабок. Потом пойдет в казино и с удовольствием их там просрет. Если у игрока левел от 10 по 15, то игроку при переносе нужно дать 5 лямов. Плюс уникальный скин на выбор, которого не купишь просто так в магазине. Это может быть какой угодно скин. Скин клоуна, скин проститутки, скин СиДжея в конце концов. Поймите. Если игрок реально при переносе аккаунта получит этот скин, то он точно не уйдет с проекта. Игрок наоборот привяжется к своему аккаунту. Дальше. Если игрок выше 15 левела, то ему при переносе можно дать 7 лямов. Плюс уникальный скин, плюс уникальную машину, а может быть даже и вертолет в гараж. Поверьте, бабки экономику не испортят. Эти бабки буквально в первые месяцы будут просраны в казино. А вот скины и уникальные машины реально привяжут игроков к своему уникальному аккаунту. Потому что только на этом аккаунте у них будут уникальные вещи, которых нет у других. Дальше. Если игрок выше 25 левела, то ему вообще помимо машинский новый денег, можно выдать уникальные аксессуары и уникальные дома А и Б класса. Да придумать можно вообще что угодно. Почему бы и нет? Если игрокам дать реально крутые компенсации и уникальные годные вещи, то игроки при переносе на легосе не то что уйдут с проекта, а и вернутся на проект все те, кто бросил игру на этих серверах еще по полгода назад. Вы понимаете это? Игрок скажет, ни хрена себе, я при переносе могу получить кучу всего крутого и уникального. И он быстро вернется на сам ПРП, вспомнит пароль, перенесет аккаунт и начнет играть на легосе. В общем ладно, с игроками все понятно. Делаем умный перенос с крутыми компенсациями и все отлично. Что касается админов и саппортов. Абсолютно всех админов и всех саппортов без исключений нужно перенести на легосе. Абсолютно всех, но в то же время нужно ужесточить правила и в первые два месяца жестко следить, чистить ряды неактивных, неадекватных, лодерей, короче всех кто косячих нужно снимать. Со временем останутся самые стойкие и самые проверенные и все наладится. Что касается ГА, я предлагаю вообще сделать так, чтобы на легосе не было ГА, а были три зама. Бывшие ГА с трех серверов и пусть любое решение они принимают вместе, через голосование. Нужно снять кого-то? Раз-два проголосовали, админ снят. Нужно изменить правила сервера? То же самое. А со временем все устаканится и наладится. Будет поставлен новый ГА и все будет прекрасно. Что касается дискриминации админов с других серверов, то это должно быть на жестком контроле. Любая дискриминация админа, типа ты кто тут такой, ты вообще с реборной или 0.2 сервера, должна жестко пресекаться. Да, и все будет отлично. Дальше, какие плюсы я вижу от объединения? Экономия кучи бабла, это раз. На проекте будет два полноценных фуловых сервера, Legacy и Revolution, это два. Ютуберы с реборной, 0.2 и Legacy все дружно будут работать на одном сервере. Им не придется поднимать мертвые сервера, на живой сервер им легче будет приводить людей. Это три. На проекте два фуловых сервера и это открывает возможность через полгода или год открыть новый третий сервер. Это четыре. Короче, плюсы можно перечислять до бесконечности. Главное сейчас поступить правильно. Главное, как я всегда говорю на своих стримах, на своих ивентах, не ссать, а принять нормальное волевое решение. Сейчас я по большей мере обращаюсь к красным. Ребята, хватит тянуть резину. Я понимаю, что вас так захейтили, что вы уже во всем подряд сомневаетесь, создаете опросы и советуетесь. Но есть вопросы, которые должны решать именно вы, а не голосование обычных игроков. Так как игрокам и обычным админам нужно свое маленькое болото, а вам нужно поднимать проект. Есть вещи, в которых нужно не советоваться с игроками, а жестко и конкретно действовать. Да, не знаю, что тут еще сказать и добавить. В общем, захотите совет или помощь в этом процессе, пишите. Мой ВК вы знаете. Всегда буду рад помочь советам. А этот видос я буду заканчивать. Всем спасибо за внимание. С вами был Тарко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и играйте в сам вместе с нами на проекте samprp.ru на сервере Revolution. Айпишник сервера и промокод решетка Тарко в описании под этим видео. Всем пока и всем удачи. Субтитры подогнал «Симон»!